Всем привет, с вами Готик, а с вами Сократ. Не так давно вышел Red Dead Redemption, многие игроки уже задаются вопросом, а где же забрать деньги? Открывают торговые компании Крипсы и сталкиваются с несколькими проблемами. В этом ролике я попробую рассказать о самых часто задаваемых мне вопросах и о том, как немного ускорить работу Крипса и меньше тратить время на охоту. В игре происходят события в свободной сессии. Оно приходит как оповещение через F1 или нажать L и нажать приглашение. Эти события абсолютно разные, на заработок денег, опыта и так далее. Нас интересует всего одно событие, которое начинается в 6.22 утра по Москве, в 15.22 по Москве и в 22.52 по Москве. Событие называется Торговый путь. Вы, находясь в банде или находясь по одиночке, получаете приглашение, прыгаете, запрыгиваете на поезд и ваша задача на протяжении 2-15 минут проследовать по маршруту поезда и охранять его от бандитов, которые будут пытаться взорвать припасы, которые на нем находятся. Поезд совершает 2 остановки, при которых припасы пополняются на поезд и несколько остановок, если на пути поезда встретится тележка. Вы охраняете поезд от бандитов, а точнее припасы. Каждая остановка прибавляет плюс 6 припасов. В итоге вы можете забрать с собой 18 припасов готовых товаров для Крипса. То есть не надо перерабатывать, не нужны инструменты, вы просто получили за это событие от 0 до 18 готовых товаров для Крипса. Почему от 0 до 18? Это дело в том, сколько товаров вы с собой сохраните. То есть мы с бандой проходим его фактически каждый день, вечером, ну бывает и днем я, и сохраняем в среднем от 15 до 18 припасов, которые капают абсолютно всем членам банды. То есть не надо быть каждый в своем лагере, достаточно быть в одном лагере и каждый себе в лагере пополняет припасы для Крипса. Это очень здорово, удобно и классно. Квест очень интересный, каждый раз нравится в него играть. Для того, чтобы полностью набить торговую кампанию Крипса шкурами, нам надо 100 единиц, а для полного каравана на 625 долларов надо 200 единиц. Охотьтесь на трехзвездочных животных. Когда вы наведете прицел на животное, вы в нижнем правом углу увидите количество звезд. Так вот, чем их больше, тем больше материалов вы получите в торговой кампании. Путешествуя по миру, вы будете встречать таких животных, поэтому приобретите охотничью повозку в конюшне. Она позволяет перетаскивать до пяти крупных тур. Но, если вы такая же ленивая жопа, как и я, предлагаю вам отправиться на ранчо эмеральдов, поставить свой лагерь на хребте Руанока или Великих Землях и фармить домашний скот. Овечек, свинюшек и так далее, так далее. За них дают мало, но они всегда трех-двухзвездочные. И лагерь будет располагаться вблизи этой фермы. В игре существует небольшой баг, когда ферма Крипса заполняется целиком, полностью, всеми припасами, не в зависимости от того, сколько тушек у вас было. Для того, чтобы этот баг сработал, надо, чтобы ваш друг завез к вам в лагерь тележку с тремя одинаковыми видами сырья. То есть, это три тушки на три звезды или три тушки на две звезды. И начал быстро спамить левой кнопкой мыши по иконке во время сдачи. И существует вероятность того, что к вам в лагерь полностью набьется необходимым сырьем. Пользоваться таким багом я настоятельно не рекомендую. У нас он вылетел всего пару раз, но это не от нас зависит, потому что, честно признаться, я не знаю, как его запускать. Да и, в принципе, неинтересно, так как это убивает интерес к достижению цели, которую вы ставите перед собой. Новый пистолет или шмотка. А если вы получаете все сразу, это убивает интерес к игре. Поэтому, что вы имели в виду, что существует такой баг? Подключайтесь к нам в Дискорд, если хотите помощь в сопровождении каравана, либо просто заработать денег. Либо вам нужна компания для приятного времяпрепровождения. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы, что как, постараемся помочь. Спасибо, пока.